В 2015 году более 60% или 16 тысяч гектаров реанимированных участков вовлечено в сельскохозяйственный оборот. При рациональном использовании этих земель можно дополнительно произвести 45 тысяч тонн зерна, 280 тысяч тонн картофеля или 350 тысяч тонн зеленой массы кукурузы. Кроме того, в результате проведенной в прошлом году инвентаризации было выявлено еще 17 тысяч гектаров, неиспользуемых, также потенциально пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот земель. Из выступления председателя Гомельского облсполкома Владимира Дворника на сессии Гомельского областного совета депутатов. Какими бы ни были климатические условия, о легких посевных у сельчан, наверное, никогда не бывает. Хотя, с другой стороны, можно с уверенностью сказать, за последнее время сам процесс намного упростился. В филиале «Морозовичи Агро» Гомельского химического завода в этом году на поле вышел комбинированный посевной агрегат немецкого производства. В хозяйстве соглашаются без помощи головного предприятия самим найти 140 тысяч евро на приобретение такой техники было бы проблематично. Зато теперь качеству сева абсолютно никаких вопросов. Что, правда, не исключает необходимости проведения остального комплекса работ. От посева и от обработки не все зависит. Конечно, если не посеешь, то нечего и ждать урожая. Но после посева надо же и химзащиту сделать, и болезни отработать, и подкормку сделать, и удобрения внести. Короче, комплекс мероприятий, чтобы получить урожай. Впрочем, приход на белорусские поля современной техники отражаются не только на качестве работ. По большому счету, она еще и дисциплинирует работников хозяйств. Рационально, если не сказать бережное отношение к земле, для настоящего крестьянина традиционно было делом обычным. Однако практически в любом хозяйстве всегда найдется так называемый специалист, относящийся к своим обязанностям, мягко говоря, не совсем добросовестно. Где посеять забудет, а где удобрения для собственных нужд сэкономит. Современной техникой такому работнику в поле теперь делать нечего. Ну, у нас практически такого не бывает. Потому что на сегодняшний день в тракторах стоят навигаторы, на сегодняшний день стоят приборы, которые показывают даже сбой, если начиная меньше, выше по каким-то причинам. То есть техника обеспечена, будем говорить, электронным управлением все это дело. И механизатор только должен следить, контролировать за приборами. К человеческому фактору на земле мы еще вернемся. А пока несколько слов скажем о факторе производственном. При наличии достаточно большого количества специализированных ремонтных предприятий, доводить до ума технику, за редким исключением, в хозяйствах предпочитают самостоятельно. Говорят, что так дешевле и надежнее. Главное создать хорошую инженерную службу. Успециализированы на сегодняшний день очень долго и очень дорого. Ну, мы ремонтируем сами все, большинство ремонтируем сами. Ну, кроме, конечно, там шлифовки коленвалов, это, ну, безусловно, надо уже возить на спецпредприятия ремонтные. А остальное, что касаемо, там, двигателей, переборки, переборки коробок, замены сцепления, все делаем своими силами и в своих условиях. Условия, которые созданы на мехдворах для работников, сегодня, кстати, под постоянным контролем санитарной службы. Еще в сентябре 2015-го Гомельский облсполком принял решение о создании до 1 апреля этого года во всех хозяйствах региона санитарно-бытовых помещений для работников. Отмечая наличие положительных примеров в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, тем не менее, констатируют, в целом решение не реализовано. Кое-где руководители искали причины для оправдания, а не возможности для выполнения. Руководители хозяйств оперируют на то, что работники предприятий проживают в том же населенном пункте, где находится мехдвор, и не нуждаются в обеспечении данных условий на рабочем месте. Хотя, как показывает практика, как только создаются необходимые помещения, создаются условия, работники с удовольствием пользуются и душевой, и комнатой приема пищи, и гардеробной, и умывальником. Потому что все хотят вернуться домой в своей одежде, а не в спецодежде, оставив ее на работе. Тем же решением, кстати, перед хозяйствами поставлена и еще одна задача, которая пока так же исполняется не очень активно. До 1 октября необходимо оборудовать места для мойки сельскохозяйственной техники. До выполнения решения еще есть время, однако уже сейчас можно услышать оправдание. Деньги нужны вначале для посевной, потом для ухода за посевами и уборки урожая. Санитарно-экологические вопросы в этом производственном цикле обычно не предусмотрены. На сегодняшний день больше, чем в половине сельскохозяйственных организаций области он по-прежнему не решен. И мойка техники осуществляется в приспособленных условиях, зачастую без твердого основания, без отстойников для очистки стоков и без эстакад, что приводит к загрязнению территории. В КСУП имени Володарского Кармянского района члены рейдовой группы также говорили об экологии. Проблемы озвучиваются, правда, другие, однако тоже актуальны для всей Гомельской области. Каждый год около ферм можно увидеть сотни килограммов полиэтиленовой пленки, оставшейся после применения ее на силостных ямах. Предложение эколога во сборе этого мусора и использование в качестве вторичного сырья на специализированных предприятиях активного отклика в хозяйствах пока не находит. Считать рубли, когда речь идет о миллионах, многие просто не хотят. Еще более значительная проблема – наличие несанкционированных свалок возле сельскохозяйственных объектов. Эти земли можно использовать для выращивания культур, однако часто это происходит только после приезда экологов и составления соответствующего предписания. Возле каждой нет, особенно возле новых ферм, недавно построенных таких участков нет, потому что они уже созданы на базе хорошей. А вот старые, как мы видим, фермы старой постройки, 60-70-х годов, то, соответственно, такие участки бывают. Это и заброшенные силы сныямы, которые разросли, и просто участки, которые неудобно было выпахивать. Ну, вместе с тем, дорабатывая эти моменты. В результате проведенной в 2015 году инвентаризации было выявлено 17 тысяч гектаров, неиспользуемых, однако потенциально пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот земель. Однако, когда вместо сорняков и различной растительности здесь начнут выращивать что-то полезное, точно сказать не может, наверное, никто. Как никто не знает путей выполнения решения о закрытии мини-полигонов, большинство из них создали немногим более 10 лет назад для местного населения. Сельчане идею приняли, но привозить сюда стали все подряд. И картофельные очистки, и попадающие в почву, ненужные в домашнем хозяйстве химические реактивы. Идея о заключении коммунальными службами с каждым жителем деревни договора на вывоз мусора реализуется в основном только возле крупных городов. Проблемным и злободневным остается вопрос с крупногабаритными отходами. То есть коммунальные службы, они в полной мере готовы собирать от населения крупногабаритные отходы, как мебель, бывшую употреблению, холодильники и так далее, и так далее. И, соответственно, закрывая такие мини-полигоны, мы потенциально создаем угрозу несанкционированных свалок отходов на всех прилегающих окрестностях, и в лесных массивах, и в канавах, и в водоохранной зоне в том числе. И вновь об экологических проблемах. Однако на этот раз уже на специальном совещании в Гомельском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Каждую весну земля в регионе буквально горит под ногами. Причем иногда вместе с людьми. Пресловутый человеческий фактор исключить пока не получается. Вопрос загораний травы и кустарников, он очень актуален, потому что, как не работают все службы, тем не менее наши уважаемые граждане не всегда прислушиваются к нам. И буквально каждые сутки регистрируются до 20 загораний по области, а по республике до 100. Таким образом пытаются порой варварским наводить порядок на земле. Зажигают, бросают, в результате чего выгорают территории, выгорают и какие-то надворные постройки, если это таким образом наводит порядок в сельском месте. Горит, впрочем, не только земля. Льнозаводы всегда считались предприятиями высшего класса взрыва пожароопасности. Еще недавно некоторые из них горели чуть ли не каждый год. В городском поселке Корма проблему в значительной степени решили после завершения модернизации предприятия в 2014 году. За более чем 150 миллиардов рублей здесь создали практически новое производство, основа которого – современная бельгийская линия с системой автоматического пожаротушения и выходом на пульты МЧС в Гомеле и Минске. Плюс приняли меры к исключению нарушений трудовой дисциплины. В администрации завода соглашаются, сколько ни говори некоторым работникам об опасности курения возле льноволокна, однако пока административные меры не применишь, не помогает. В период, скажем так, 2015 года были два случая курения в неустановленных местах, к нарушителям были применены меры дисциплинарного воздействия. За последние 7 месяцев подобных случаев на территории предприятия замечено не было. За соблюдением дисциплины стараются следить и в сельскохозяйственных предприятиях. Правда, получается не всегда. Вроде и самых лучших работников оставили на новых молочных комплексах, а дисциплина далека от идеальной. Директор КСУП «Совхоз Кармянский» Евгений Воробьев на этот раз на фирму приезжает вместе с проверяющими. Однако даже при посторонних людях и собственном руководстве работник мастер-класс показывать не спешит. Директор обещает, как только появятся средства, обязательно поставить на объектах камеры видеонаблюдения. Для руководителя хозяйства это, конечно, выгодное дело, потому что за каждым и на каждую минуту руководитель не справляется посмотреть, кто как работает. А видеокамеру пришел, уключил, отмотал и посмотрел эту работу, что делалось, кто гуляет, кто работает. О необходимости повышения уровня дисциплины сегодня говорят в большинстве сельскохозяйственных предприятий Гомельщины. Тот же порядок на земле, возле ферм и мяг дворов, ведь непосторонние люди этот мусор привозят. Да и отношение к работе часто оставляет желать лучшего. В филиале Гомельского химзавода «Морозовичи Агро» постоянный прирост надойного молока. В 2014 году по отношению к предыдущему – 120%, в 2015 – 140%, в этом уже 115%. Однако достигли таких показателей в первую очередь благодаря работе с кадрами. У нас не получалось с доярками нормально работать. Ну, разные люди были. Мы поехали в Холмич, это одно из лучших хозяйств Гомельской области. Вот у них мне понравилось одно. У них набрано сразу молоденькие девочки со школы. 10 классов кончили, ну, 11. И сразу пошли доярками, их уговорили, заинтересовали. Они шустрые такие, делают все. Дело в чем, что старая доярка уже привыкла работать по-старому. Она знает, где схалявить можно, где что-то сделать. А молодой, ты и рассказал, вот это надо делать, эту операцию, она и будет делать. Думает, что это законно. Животноводство – наш ударный фронт. Фраза не новая, однако в сельскохозяйственном унитарном предприятии «Андреевка» она действительно актуальна. Хозяйство будет в Кошелевском районе среди лучших, и позиций сдавать не собирается. Правда, к новациям по работе с кадрами относятся достаточно осторожно. Ту же систему коллективной ответственности здесь решили пока не применять. Причин может быть несколько. То ли действительно нарушение не такая уже редкость, то ли денег на поощрение не хватает. То ли действительно люди здесь отвечать за других категорически не согласны. Если есть сплоченность в коллективе, то и будет коллективная ответственность. Но я здесь работаю всего лишь только год. Не могу сказать, что есть определенные шаги к этому, но мы еще далеко до идеала, чтобы перейти к общей коллективной ответственности. Я считаю, что лучше, чтобы люди со временем сами пришли к этому и поняли весь смысл этой коллективной ответственности. И мы будем по приказному порядку всех к этому вести. Плохое, говорят, видится издалека, а хорошее – вблизи. Отношение людей к своей земле – это касается тоже. Уроженка Брестской области Ольга Плевака в Будокошелевский район приехала после окончания Слонимского государственного аграрно-экономического колледжа. Сегодня девушка заочно учится в Горецкой академии и признается – на гоночину ехала с изрядной долей пессимизма. Это не просто другая область, это во многом другой уклад жизни. Честно говоря, когда изначально ехали сюда, ожидалось самое, наверное, самое худшее, потому что где Брест, где Гомель – это очень далеко. Но все-таки, ну не знаю, очень даже оправдались надежды в лучшую сторону. Скульптуру женщины на центральной площади агрогородка «Широкая» местные жители называют «Берегиней». Сложно сказать, насколько успехи сельчан зависят именно от ее покровительства, однако очень уж жаловаться на наличие проблем здесь явно не приходится. Тем более, что и сами сельчане, сложа руки, не сидят. Дома по улице Андреевской «Широком» построили в 2009-м. В этом году им решили придать более свежий вид. Краску закупили сами местные жители, они же сделали ремонт. Теперь улица вновь разноцветная и радующая глаз. Мы, в принципе, здесь живем, хочется для себя, чтобы было приятно и чисто вокруг, поэтому сильно так надо, значит, покрасили. Несмотря на все еще существующие проблемы и недоработки, сегодня можно смело утверждать, с каждым годом порядка на земле в Гомельской области становится больше. Наши предки сумели сохранить эту землю. Какой она останется нашим потомком, сегодня зависит от всех нас и каждого конкретного человека в отдельности. Сознание людей, конечно же, меняется, но я при этом бы еще хотела отметить, что сама территория Широковского совета славится людьми, которые в большей своей степени самостоятельно приступают к работам по благоустройству. Для них уже такое мировоздействие, как предписание, протоколы мы используем в крайнем случае. Иногда достаточные беседы с человеком для того, чтобы он наводил порядок в своем подворье. А деньги, которые выделяются, бюджет сельского совета, он тратится в основном на масштабные работы, на рекультивацию. На спиливание аварийных деревьев, для которых нужны альпинисты, специализированная организация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова